Слушайте Радио Болткома Утро на Болткоме Утсап, это 2306191 Касаемый темы радаров И наш случай написал, что По его мнению, агрессивная езда Это следствие проблем в обществе Которая просто выплескивается на дорогу И вот тут пишет, можно хоть все обложить радарами Это борьба со следствием А не с причиной Ну, во-первых, хороший тон был Зачитать эту смс-ку Во-вторых, она позволяет Удачно перейти к новой нашей теме К новому гостю, потому что Вот эта вот агрессия Которая выплескивается Ее же можно купировать Ее можно купировать, например, медом Потому что ученые из Новой Зеландии Проанализировали свойства меда И пришли к выводу о его невероятно Целебных свойствах В частности, регулярное употребление Этого продукта улучшает память И снижает уровень тревожности В общем, мед лечит нервы Сегодня Всемирный день пчел И мы связались с пчеловодом Угисом Малниксом Чтобы поговорить о пчелах В современном обществе Как бы не странно На первый взгляд звучала эта фраза Доброе утро, Угис Доброе утро А вы знамениты среди прочего тем Да, с праздником Да, с праздником Вы знамениты среди прочего тем Что в городской среде устанавливаете улья В прошлом году пасеку разбили На крыше театра Дайлас В этом году На территории водокачки Вагенскаунси На территории Рига Суденс 20 ульев, если я не ошибаюсь Скажите, пожалуйста Для чего все это нужно? Понимаете, для чего в городе? Да, да Потому что в городе Как бы это ни странно не звучало В таком городе, как Рига Который очень зеленый город Чувало себя как в базе Как в рае Потому что Вы говорили о меде Как бы ни странно это тоже звучало В городе можно собрать даже больше меда Чем в деревне И И, например, липовый мед Который по своим лечебным качествам Очень хороший И по вкусу Очень классный В Риге же Есть в парках Леса Лип И потому Я Как бы Мои пчелы работают Тоже В городе Ну, господин Валникс Но ведь в городе Ездят автомобили Выхлопные газы Многие скажут Что там экологически Может быть не такая хорошая обстановка Как на природе Ну да Те же самые тяжелые металлы Которые оседают Это уже 1986 год Когда Горючем было много Каких-то металлов Сейчас Сейчас уже Это совсем другое горючее Но это Как бы не самое главное Просто Или пель Там, да Пчела Пчела когда летит Она не собирает Ни газы Ни Не пель Она летит К цветку И тогда Затягивает Нектар Его ферментирует Себе Относят Ули Там другие пчелы Опять его ферментируют И приготовляют Этот мед Да Но там Происходит Такой идеальный Процесс Фильтрации Да И даже если Что-то было Да Это фильтруется И это Не только Мои такие Ну задумки Да Но это Например в Париже Где очень разбито Урбанное пчелодство Да Там Не знаю Примерно Тысячи людей Держат Пчелы Да Они конечно Потому Такие Эти вопросы У них часто Появлялись И там уже Таком Научном уровне Они это все Исследовали И пришли К К тому Что Пчелы Городской мед Чище Чище Не бывает И мед тоже Я тоже делал Анализ И как бы Странно Это не было бы Если В сельском мед Какие-то Не большие Там Ну такие Вещества Там есть В городском мед Все показатели По нулю То бишь Городской мед Как бы И по вкусу И по Качеству Как бы Очень хорошие Господин А вот если Я вдруг захочу Стать пчеловодом Вот в городских Условиях На балконе Например У себя Это можно Или Ну вот Что нужно Для того Чтобы обычный Человек Решил Этот вопрос Мне Часто задавали Да Я скажу Так Что По-моему То что Пчелы Пчелам Вообще Не присутствует Агрессия Пчела Такая Как Насекомая Что Пчела Вообще Никогда Не нападает На человека Она летит Вилитер Изюля Не зря Говорят Как будет Смотрит Что сосед Делает В таком смысле Вы на своем Балконе Можете Держать Пчел Но Как это Если Позволяет Это Пункты Министр Кабинетов Ну До конца Я не уверен Но Если Соседи Будут Что-то Простисовать Тогда Не знаю Как там Получится Господин Иван Скажите Почему В мире Сокращается Количество Пчел Вот сейчас Все Очень Встревожены Тем Что Пчелы Чаще Болеют Какие Причины Этому Вы видите И как Это Отражается На Человечестве Почему Очень Хорошо Что Отмечается Международный День Потому Что Ну Мы В Наше Время Все Бегут Бегут И Людям Кажется Что Они Тут Самые Главные Самые В этом мире Пчела Самые Главные Насекомые Самые Главные На этом Земном Свете Потому Что Если Падут Пчелы То Как Науч Это Мир Катастрофа На земном Свете Произойдет Где-то Через Пять Лет Не Будет Что Кушать Меньше Как Сказать Ну Исчезнет Мир Да И Отъезжаю На Начало Вопроса Да Что Почему Что Потому Что Как Ну Очень Много Химии Применяется На 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 Секцион Хозяйстве Да И Для Такого Для Пчел Меньше И Меньше Мест Остается Где Ну Это Еще Не Так Не Плохо Да Но В В Германии Америка Так Далее Там Очень Плохо С этим И Например Как Америка Там Демо Модисеприровано Да Если Модисеприровано Модисеприровано Да Пчелам Нет Ничего Что Оплодотворять Да А пельца Это Пчелы Из Пчели И хлеб Стоит Новое Поколение Да И Значит Я Хотел Сказать Что Ну Самые Как бы Большие Брест Да Угрозы Чем Индустрии Ну Как бы Все Хотят Больше денег Больше урожаев Да Это Не Не Как бы Это Ну Как это Сказать Страута Это Мешает Это Да Это Не самое Лучшее Для Развития Пчеловодства Но В Латвии Мы еще Можем Радоваться Что У нас Еще Не так Плохо Как Германия Соединенных Штатах Америки Мы Отмечаем Всемирный День Пчел Вместе С Пчеловодом Угисом Малнексом Я просто Напомнил Прости Что Перебил Олег Да Я просто Слышал О том Что На уровне По-моему Правительства И Сейма Обсуждаются Вопросы О том Чтобы Ну Законодательно Запретить Использование Ну Химических Опасных Удобрений Которые Могут Повредить Пчелам Вот Лоббируете ли вы Продвижение Такого Закона И вот Пчеловоды Выступают За то Чтобы Ограничить Возможности Загрязнения Химии Химическими Удобрениями Ну Я думаю Это не только Да Пчеловоды Как бы Даже Собыми руками И ногами Да Как бы За За это Но надо Понимать Что За ними Стоят Очень Большие Деньги И Очень Сильные Лобби И Это Во всем Во всей Европе Да И Значит Надо Нам Понимать Что Нам Как бы Войну Не выиграть Если Мы Говорим И значит Чтобы Не было Войны Надо Надо Искать Какие-то Компромиссии Как В этой Жизни Есть Справедливость Справедливость Есть Где-то По Середине Да И я думаю Есть И добротные Сельхозяйственники Да Но Я думаю Если так Смотреть Больше Буду Я думаю Применение Химикатов Надо Все равно Надо Запрещаться Это Нереально Да Но Надо Как бы Уменьшать Потому что Они говорят Ну Эти Правы Они Ничего Плохого Не Делают Мы Лечим Чтобы Вам Был Хлеб Что Кушать И так Далее Но Тогда Мне кажется Что Мы Кушаем Больной Хлеб И смотря Буду Я думаю Что Надо Как Дум Что Ну Больная Это Наша Продукция Партика С продукцией Да Была Не так Больная И надо Искать Надо Нам Человек Понимать И Тоже Должны Понимать Нас И Консенсус Должны Какой-то Компромисс Требуется Найти У нас Только Что Да У нас Есть Звонок Из Прямого Эфира Давайте Примем Алло Доброе Утро Доброе Утро Хотел Задать Вашему Госте Вопрос Расскажите Пожалуйста Вот У меня Есть Сад У нас Такое Цветение Мне Почему-то Кажется Что Пчел Стало Катастрофически Мало Это Правда Или Это Только Моя Как Моя Почетка Спасибо Спасибо Били Мы Можем Так Сказать Но В Латвии Меньше Пчел Не Становится Потому Что Последние Десятлетия Есть Довольно Много Людей Которые Таком Уравне Хобби Или Даже Те Которые Что-то Хочут Новое Попробовать Многие Учат На Пчеловодах И Спросить В Общих Сетеводах Каждый Год Где Есть Курсы На Новых Пчеловодах Там По 80-100 Человек Каждый Год И Как я Уже Говорил В Латвии У нас Есть Очень Богатые Традиции Пчеловодства И Очень Разбито Союз Пчеловодов Очень Много Делает Для Общения Новых Пчеловодов И В таком Смысле Мы В Латвии Можем Не беспокоиться О том Что Пчел Становится Меньше И Меньше А где Купить Самый Вкусный Мед Где Вы Посоветовали Можно Либо Покупать Его В Супермаркетах Там Доверять Тому Меду Который Продаете И Если Обращать Внимание На Цену Разумный Порог Ниже Которого Не Стоит Даже Смотреть На Полку С Медом Что Это Какая Химическая Искусственная Ерунда Ну В Латвии Есть Плюс Такое Что Большинство Людей Как бы Покупает Мед По Прямому Из Пчеловодов Но Если Мы Говорим Про Зимную Лапку Надо Конечно Смотреть То Что Написано На Банке И Это Как Мы Говорили Насчет Химии Применение Химии И Как Это Стоит На Пчеловодство Очень Для Нас Пчеловодов Есть Актуальное То Что Например В супермаркетах Где Производится Мед Бывает Так Что Например Стоит Флажок Европейского Союза Или Флажок Латвии Но Внутри В Европе Собранного Меда Есть Только Один Процент 99% Есть Китайского Аргентинского Или Какого Такого Меда Потому Что Там Такое Что Тебе Хватает Только Одного Процента В Европейском Союзе Собранного Меда Чтобы Ты Мог Написал Насчет Самый Вкусный Мед Чтобы Понять Какой Самый Вкусный Надо Пробовать Да И Как Я Например Я В сезоне Собираю Разные Сорта Меда Бересковый Липовый Весенний Борщевика И Тогда Что Больше Нравится Как Мужчинам Пиво Другому Светлое Другому Темное Другому Лагер Другому Вайсбир Да Да И И Заканчивая Этот ответ Заканчивая Этот ответ Ну Надо Самый Как бы Хороший Вариант Это Искать Своего Пчеловода Где Ты Постоянно Покупаешь Мед Потому Что В магазинах Там Слишком Маленькие Буквы На Этикетах Или Написано Или Искать Такие Уголки Как Клайд Да Где Есть Много Продукций От Пчеловода У нас Есть Еще Один Звонок Зефира Алло Доброе Утро Доброе Скажите Пожалуйста Это Правда Что В темном Меде Да Там Типа Из Чветов Гречки Там Этот Ну Вирш Медус Что Там Больше Микроэлементов Он Как Более Полезный Спасибо Как Истину Гоголите Да Потому Что Так Есть Чем Темнее Мед Чем Он Богаче Минеральными Веществами Вот Сказали О Верисковом Меде Он Самый Ценный Я Например В мире Считается Что Молодцы Из Новозеландии Да Они Человоды Сделали Хороший Маркетинг Мед Мануки Считается Номер Один В мире Так Они Позиционируют Берлин Нью-Йорк Стоит Порядка 50 Долларов За килограмм Но Мы Сделали Анализы И У нас Верисковый Мед Лучше Чем Этот Мед Мануки Значит Мы Можем Гордиться Своим Верисковым Медом И Говорить Что Это Самый Ценный Мед По Своим Качествам В мире Грешичный Мед Тоже Очень Самый Ценный И Самый Ценнейший Потому Что Это Единственный Мед Который Есть Железа И Ни с Каким Другим Продуктом Питания Мы Не Можем Перебрести Столько Железа Сколько Есть Грешичный Мед Да И Чем Ченее Мед Тем У Больше Миров Но Это Не Значит Что Например Лип Мед Он Не Ценный Лип Мед Есть Такой Очень Хороший Мед Акцент Это Означает Что Например Мед Лип Самый Лучший Для Верхних Дыхательных Пуцей Так что Я скажу Перисковый Это Номер Один Самый Ценный В мире Даже В мире В Латвии Но У каждого Меда Есть Какие Сорта Меда Есть Какие Свои Особенности И Качества Отлично Вот И Разобрались Что Наш Мед Лучший В мире Сегодня Всемирный День Пчел По этой Причине Мы общались С пчеловодом Пасечником Угисом Малниксом Угис Огромное Спасибо За то Что Были С нами И Рассказали О пчелах О том Какую Пользу Они Приносят И о том Как мы Не приносим К сожалению Им Пользу И о том Что Еще раз Подчеркну Наш Вересковый Мед Лучший В мире Мед И осталось Только его Продвигать Во всемирном Масштабе Вот Чему Нужен Маркетинг Вот Она Латвийская Nokia Угис Всего доброго Успеха В борьбе За права Пчел И Пчеловодов Олег У нас Еще С тобой Есть Пара Минут Я думаю Нужно Обязательно Нужно Отметить А нет У нас Пара Минут Перед тем Как попрощаться Просто Хочу сказать Что сегодня Важный День Сегодня Вечером Второй Полуфинал Евровидения Даже Кто не Будет Смотреть Саманта Тина Да Саманта Тина Вот Кому Хочется Пожелать Удачи Будем Мы Смотреть Не Будем Мы Смотреть Давайте Мысленно Латвию Пусть Ей Сопутствует Удача И успех Утро На балкоме Продолжается Дальше Прямая речь В гостях Генерал Карлис Креслинш И экономист Евгения Зайцева Всем хорошего дня Услышимся завтра Всего доброго